здравствуйте дорогие друзья и гости канала с подоконника на грядку с вами ваша светлана друзья сегодня у нас 14 мая я решила высадить свою голубику в грунт выписывала голубику в агромарке 24 сделала посмотрите вот для голубики в прошлом году вот такие вот посадочные ямки в которые положила сосновые доски такое вот сооружение я видела в том году на одном из каналов правда не запомнила название в общем две женщины они вот так вот уже давно выращивают голубику наверное промышленных даже масштабах в общем для чего эти доски как известно голубика и у нас любит кислую почву почва у меня здесь наполнена очень кислая взяла я эту почву в лесу в хвойном лесу это вот хвойный опад здесь в основном такая она рыхленькая очень даже для чего эти доски чтобы кислотность вот этой вот посадочные ямки она как бы не менялась эти доски мало того что позволяют специальному грунту как бы никуда не просачиваться не растекаться с дождями они еще также перегнивая создают особую микрофлору которая очень нужна голубики потому что как известно на голубики в симбиозе с ней живет на корнях грибок который и подает ей питание вот такие вот две ямки я сделала это еще не наполненная в том году вот на эту ямку ушло два мешка огромных из-под сахара 50 литровых земли еле дотащили с мужем тяжелые мешки в этом году в лес еще не выезжали вот это вот ямка пустует конечно но голубики у меня пришло две и нужно ее высаживать сейчас пока муж на работе в общем нет возможности выехать в лес я буду скорее всего заполнять покупным торфом посмотрю специально чтобы был очень кислый по составу и буду наполнять торфом смешанным с моей землей с черноземом добавлю немножко агроперлита для рыхлости потому что голубика очень любит рыхлую почву она должна быть прям воздушная потому что корешки у голубики они сами очень-очень тонюсенькие вот прям как волосеночки но вы сейчас все увидите я вынесу один экземпляр один саженец сегодня его посажу завтра в общем продолжу с этой ямкой но также покажу вам в этом видео вот такая вот голубика друзья сорта blue crop прям смотрите укроп написано поступила мне заказом саженцами голубика в отличном состоянии как видите зелененькая хорошенькая и сейчас самое главное посадить ее правильно я вот достаю прям весь земляной ком стараясь его не нарушить аккуратненько аккуратненько здесь вот специально видимо подготовленный тоже грунт такой он очень рыхлый и вот сейчас я вам покажу сами корешки видите какие тонюсенькие тонюсенькие у голубики прям страшно их конечно повредить вот они общим комом здесь видно так вот смотрите находится я высаживаю в середку хочу сразу поставить палочку опору сейчас подберу чтобы впоследствии привязать голубику к ней вот нашла такую палочку опору и не сквозь прямо не сквозь корни я пробиваю палочкой общем землю а рядом просто подмяла вот так тихонечко не ранит корневую систему ни в коем случае сейчас важно будет ее пролить подвязать чтобы ветер у нас последнее время очень такие ураганные ветры чтобы ветер и и не разлохматил и конечно же на ночь я буду накрывать ее ведром потому что у нас еще бывают возвратные заморозки мы живем башкири я боюсь что такие нежные листочки может повредить все-таки мороз теперь я буду проливать голубику пролью ее специальной водичкой поливать друзья голубику нужно не простой водой а специальной вот посмотрите у меня здесь в ведре дождевая вода ну казалось бы она конечно мягкой очень хороший все растения любят но мало того что она мягкая она должна быть еще и немножко подкисленной вот поэтому я добавляю в это ведро на 10 литров получается 100 миллилитров так вот на глазок 100 миллилитров яблочного 6 процентного уксуса беру уксус именно такой натуральный я за натуральностью так и прям размешиваю водичка тепленькая относительно и теперь проливаю проливать лучше лечкой вот сейчас я лучше наберу в лейку потому что сильный поток воды он тоже разрушает корневую систему вот друзья голубику я подвязала как вы видите восьмерочкой чтобы она по земле не валялась и ветер ее не повреждал порывистый проливаю очень хорошо особенно середку именно тот ком в котором она пришла в транспортировочном стаканчике нужно сейчас оживить всю ту микоризу которая живет на корневой системе чтобы она стала хорошо размножаться и уже давать питание голубики тем самым как только микориза проснется и будет работать все вот это вот покраснение на листочках может заметить это является недостатком питательных веществ но вот как только все заработает вся эта краснота в общем должна пройти ну пока конечно голубика испытывает стресс стресс транспортировки стресс адаптации к новому месту вообще конечно это очень такой морозоустойчивый сорт я думаю он не вымерзнет у нас башкирии все-таки морозы бывают до минус 35 но последнее время чуть меньше конечно ответь как водичка уходит хорошо это значит все отлично сработано все как нужно вот это именно земля она очень рыхлая очень тренированная получилось то есть и другая земля к ней как бы перемешиваться с ней не будет из-за вот этих вот из такого ограждения с такого вот лобного места на котором теперь сидит голубика ну и теперь я просто накрою голубику на ночь обычным ведром положу сверху камушек чтобы не улетела это от возвратных заморозков на всякий случай потому что я же говорю у нас недавно был мороз минус 2 минус 2 кое-где даже клубнику задел этот мороз вот таким же образом я посажу другой сорт голубики но это будет уже завтра просто нужно прикупить торф в магазине сегодня друзья у нас 15 мая я буду высаживать в грунт второй сорт голубики называется сорт аврора очень поздний срок созревания такая вот тоже морозостойкая подготовленную ямку я теперь буду добавлять купленный грунт к сожалению смогла раздобыть торф от этого грунта кислотность 5 5 это очень много для голубики нужно в общем закислить грунт до кислотности примерно 3 ваш был 3 что будут делать в общем сейчас этот покупной грунт смешаю немножко со своей землей с черноземом деваться некуда немножко для рыхлости торпить он очень рыхлый здесь он грунт как грунт обычный грунт не такой уж мелкий буду смешиваться с таким агро ферлитом это будет все нижним слоем возможно даже это будет временная такая вот подушка для моей голубики потому что я собираюсь все-таки приобрести специальный грунт для голубики это будет верховой торф белоруссии видела на валперс большие пакеты продаются много литров и скорее всего я в последствии все-таки заменю грунт потому что голубика должна расти на специальной почве иначе она может либо болеть либо совсем не прижиться и в зиму если не приживется хорошо кто может перемерзнуть конечно ну сейчас займусь смешиванием наполню ямку покажу вам ну так вот я наполнил друзья ямку и смотрите как я решила обхитрить немножко ситуацию я наполнил сюда вот в середку именно вот эту вот землю с леса возьму вот здесь в краешку и посажу голубику именно в эту землю а потом уже по краям просто буду убирать вот то что у меня сейчас на данный момент есть и либо из леса привезем наполним все по краям лесной землей либо я закажу верховой торф так вот я решила сделать с этой ямкой здесь все нормально здесь в лесной земле сидит в хвойном опаде в общем все по правилам посажены ну а здесь вот видимо придется так вот выкручиваться вот я вытряхнула голубику из горшочка посмотрите у нее тоже хорошенькие корешочки беленькие видны сейчас нужно будет установить ее в этой вот лунки аккуратненько не повреждая он просто вот присыпаем снизу я также подсыпала вот эту вот землю с леса чтобы именно корневая она сейчас напитывалась необходимыми веществами чтобы грибок микориза ожил и начал работать на благо нашей голубики сейчас нужно будет пролить подкисленной водой обязательно на эту на этот объем ведра я опять возьму 100 миллилитров яблочного уксуса добавлю и пролью леечкой эту голубику тщательно перемешав яблочный уксус поливаю голубику прямо под корень по листу не надо вот так вот хорошенько прям проливаем потому что земной ком уже был немножко такой суховатый вся эта лейка должна уйти на полив одного куста таким образом краям также закисляю почву такую которую имеется у меня в наличии так земля не успевает впитываться несмотря на то что я конечно и агроперлит добавила ну просто конечно поток воды такой большой сейчас немножко подожду еще больно так вчерашнюю голубику также проливаю совсем чуть-чуть и достается все теперь поливать больше не буду ближайшую неделю потому что дожди будут дожди конечно вот эту кислотную будут понижать можно во время дождя немножко накрывать голубику если особенно ливневые дожди потому что видите листочки очень очень нежные вот даже при транспортировке сломался помятые сейчас ей требуется очень такой к ней требуется очень щепетильный подход поэтому накрываю на ночь и буду заказывать наверное почву либо привезем с леса чтобы все сделать по уму замульчировать полностью хвойным опадом конечно же в будущем я вам буду показывать видео с голубикой буду рассказывать как она себя чувствует у нас на участке но на сегодня все всем спасибо за просмотр друзья кому видео понравилось ставьте пожалуйста лайки добавляйте друзья кому контент мой интересен все всем пока пока